Это программа «Мой район». И сегодня мы говорим о Театре Кошек Юрия Куклачева в столичном районе Драгомилова и о том, как поддерживает Театр Москва. У нас в студии создатель и бессменный художественный руководитель театра, народный артист РСФСР Юрий Куклачев, его супруга Елена Куклачева и большой поклонник животных, певец и музыкант Денис Клявер. Денис Ильич, Елена Исааковна, Юрий Дмитриевич, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, прежде всего, я, конечно, должен высказать благодарность, что в такой день, в день юбилея вы с нами, мы вас поздравляем. Я вообще считаю, что апрель – это такой месяц, который дал великих первопроходцев. Юрий Гагарин и Юрий Куклачев. Однозначно. Первые в мире. Один в космос полетел, другой... Еще я хочу добавить. 12 апреля родился еще Юрий Долгорукий, основатель Москвы. И вся Москва сейчас лучший город мира, украшая украшение. Но вы знаете, 12 апреля, когда космос Юрий Гагарин и открывается вдруг окна, мне было 12 лет. Вообще, цифра – 12. И я, радость какая, какое счастье, я понял, что я в жизни не могу просто так жить. Я должен, как Юрий Гагарин, что-то совершить новое. Понимаете, у меня внутри такой огонь. Это такое пламя, такая поддержка была, такая психологическая. Знаете, тоже подхлестнуло очень сильно меня. А в 12 лет у вас уже были какие-нибудь питомцы? В 12 лет у меня только было желание поступить в цирковое училище. После 4-го пытался, после 5-го, 6-го, 7-го, 8-го класса в цирковое училище. Единственная возможность ребенку, который с улицы, попасть в цирк – это через цирковое училище. И меня вот после 8-го тоже не взяли, представляете? Даже один учитель встал и сказал, мальчик, ты нам надоел. Больше сюда не приходи. Ты посмотри на себя в зеркало. Из тебя никогда не получится клоун. Ужас. И вы знаете, я пришел домой убитый. Мое сердце вот разрывалось на куски. И вдруг вернулся отец и спросил, сынок, тебя приняли? Я говорю, папа, в меня никто не верит, никто. Отец положил руку на плечо и тихо сказал. А я знаю человека, который верит в тебя. Я говорю, кто? Я. Твой отец. Вы знаете, вера отца. И вообще отец в семье такой играет силой, обладает мощной энергией. Когда папа это мне сказал, я понял, что нет силы, которая пересилит меня. И я сказал, папа, у меня клоун не в лице, у меня клоун в сердце. И я пошел заниматься в народный цирк. Мне было 14, 15 и в 16 лет по всему Советскому Союзу начали проводить конкурс художественной самодеятельности, посвященный 50-летию советской власти. Я выступил и победил. В 16 лет я стал первым клоуном Советского Союза среди художественной самодеятельности. И потом все-таки меня взяли в цирковое училище. И руководителем, моим художественным руководителем, был тот учитель, который меня выгонял. Так бывает. И 4 года потом он пытался меня исключить как профнепригодного. Денис, когда Юрий Дмитриевич рассказывал про отца, я вспомнил, что ваши родители легендарные, Илья Лейн. Они как раз вместе же учились с дядей Юрой в одном цирковом, 4 года. Я, в принципе, я человек, у которого в детстве была астма, аллергия на кошек. И мне так хотелось кошечку, но нельзя было. Даже одну взяли, я помню. Но пришлось потом отдать. Но периодически, единственное, где я мог увидеть и порадоваться, это когда на гастролях папа пересекался с дядей Юрой. И вот мы приходили на представление, и там наблюдали этот замечательный... Я всегда, вот эта теплота, я сейчас смотрю на нее, 75 лет на самом деле. Сегодня? Сегодня, да. Я счастлив здесь оказаться. Огромного здоровья, дядя Юра, дорогой. Чтобы вот такой неиссякаемый огонь, и вот это ваше сердце. Вообще, кстати, слово «клоун», может быть, те, кто не знает, это высшая классификация артиста. Елена Саковна, ваш супруг раз сто, если не тысячу, рассказывал, как появилась кошка. А мне хотелось бы из ваших уст верить показания. Расскажите. Мы работали в Шапито в городе Черкассы и шли к родителям Виктора Шемшур. И вот на обратном пути в парке плачет котенок. Мяу да мяу. Мы вроде бы проходим мимо, Юр говорит, давай остановимся. Давай возьмем домой. И мы его взяли домой, помыли глазки, помыли его под умывальником. Дали молочка, и он как заплачет, приходит хозяйка, где мы жили, стучится, говорит, что вы кошку мучаете, плачет котенок. Мы, говорит, ну, вроде и кормим ее, а она все равно плачет. Говорит, что же вы за родители такие? Пошла на кухню, взяла коробочку из-под торта, насыпала песочку. Говорит, вот чего нужно малышу. И он сел, покопал ямочку и успокоился. Мы стали его брать на репетиции. И первая такая реприза с котенком, когда Юра выходил с большой конфетой. Его штормейстер спрашивал, что ты несешь? Конфету. А как твоя конфета называется? Что-то я не вижу надписи. Моя конфета называется «Кис-кис». Я оттуда выбегал котенок, бегал по барьеру. Ну, ему нравилось выступление. Выбегал, кошка появлялась и сразу вошел. О, только появилась. Вы знаете, все, восторг. Думаю, надо что-то придумать. Хорошая идея. А потом появилась стрелка. Мы решили к мальчику пригласить котенка-девочку. А вот он настолько был во внимании к Юре, он не хотел... Обиделся. Я скажу, что, конечно, кошки в нашей жизни сыграли огромную роль. Потому что, чтобы начать с кошками заниматься, выступать, мне пришлось изменить самого себя. Потому что я был вспыльчивый. Я был эмоциональный такой, громко говорил. Это не нравилось кутике. Он уши прижимал, так чего это папа кричит там? А я просто что-то рассказываю громко. Не надо. Я тогда начал работать над собой. Знаете, у Станиславского есть метод работы над собой. Актера. Я создал целую программу, которая помогла мне быть внимательным. Умение концентрироваться. Наблюдательным. Потому что за кошкой надо наблюдать. И образное мышление. Вот здесь все вместе. Я взял эти упражнения у Константина Сергеевича. И работа вот именно по системе Станиславского начал. А кошка делает все по системе Станиславского. Все естественно, органически. Она пребывает в этих, в любых обстоятельствах. Мы приходим, они сами подсказывают, что делать. Я прихожу на кухню. Смотрю, она спит в кастрюле. Я говорю, ты что делаешь? Выходи из кастрюли. Она опять в кастрюле. Я начал ругаться. А мне супруга говорит, да ты что? Я говорю, Юра, ну зачем ты прогоняешь котенкой? Жарко так на улице. Здесь ей прохладно в металлической кастрюле. Он на меня смотрит, говорит, и что? Будем кушать из этой кастрюли? Я говорю, ты вспомни басню Крылова. Кот и повар. Когда ты... Все, и у меня здесь идея. Правда, сюжет нужен. Вот она, первая задача. Сюжет. Это первый номер так. Да, первый номер. Так стрелкой. Конечно, я вспомню. А у нас, кстати, есть видео. Давайте посмотрим. Вот она, конечно. Конечно. Читяра. Это Лена. А, да? Да. Вот она пловная. Я пловную рыбу, а уже приеду на съемке. А, это вот этот кот, который в кастрюлю залезал. Да. Да, валдеть. Она актриса. Слушайте, ну... Ой, все-таки, скажи-ка, власть. Да, да, да. Мне кажется, этот номер все советские дети знали. И помнят до сих пор, и он тут же погружает нас в детство. Не только советские, это весь мир. Нет, ну и здесь. Конечно. И везде был восторг. Красавец. Вообще, цирк такое искусство, в котором язык не нужен, да? Это язык всегда не делает. Ага. 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 А вот на самом деле, смотри, сколько дрессировщиков в мире с этими, с львами, с тиграми, да? А с котами-то посложнее будет. Когда в 90-м году, в 92-м мы уехали в Англию, и я вдруг не ожидал, что оказывается, можно просто... Знаете, обстоятельства так могут иногда за горло взять, что выхода нет, и уже я совершил, можно сказать, чудо сам для себя. Я решил попробовать, неужели так можно? Я наловил на ули... Моих кошек не пустили в Англию. Я наловил на улице кошек, и сделали с ними театр. Обалдеть. Уникальный номер, но я больше не могу за границей жить, я там умирал, все. И Димочку поставил. Димочка, давай ты. Ему было 14 лет. Дали рабочую визу, он там выступал. Принцесса Диана была на спектакле, вручил ему золотую кошку. Его признали лучшим номером Ан-Британии, представляете? Такой успех. Вдруг мне звонит, говорит, папа, не надо ни денег, ничего, домой хочу. И я тогда прилетел, забрали все, и у нас появилось в театре два состава кошек. Меня спрашивают, ну как, у вас сейчас все хорошо? Все хорошо. Сергей Семенович дал нам денег, мы капитальный ремонт провели. У нас сейчас для кошек хрустальный замок, кошачьи апартаменты. В театре мы сами сделали единственный в мире музей кошек. Все породы мира, представляете? Все, вы придете в театр, это такое еще... У нас документально мы числимся детский театр. Но это никакого отношения к детям не имеет. Почему? Потому что мы делаем серьезные спектакли. Дима режиссер драмы, он драматический спектакль с кошками. Вовочка, тот балет с кошками, представляете? Катя, художник, Академию художественную. Как раз показывают апартаменты. Кошками, вы представляете? Да, вот он хрустальный замок, представляете? Там 200 кошек у нас, запаха никакого. И вы представляете? И настолько вот дети меня радуют, что мы решили 12 апреля свой юбилей. Вот сегодня мы уникальное шоу создали, где я работал в цирке. Мы звезды артистов. Цирка пригласили. Эстрада я на эстраде. Да, в этом году я 60 лет моей творческой деятельности. А самое главное, я хочу сказать, мы вот с моей супругой уже 54 года вместе. Понимаете? Это во-первых. А во-вторых, это очень важно. Она подарила мне трех ангелов. А они уже шесть внуков. Представляете, какой у нас? Шесть внуков. Садимся. А старший внук уже в Большом театре выступает. Его все там любят. Он такой молодец. Он же не просто батманы, пируэты. Он еще может рандат фляг задний делать. Представляете? На сцене Большого театра, как сделает дорожку все. Это настоящее. Вот его там молодец.